Возможно, в течение того, когда будет разговаривать Елена Петровна, я смогу ответить на ваши вопросы. Некоторые, если нет, то мы ответим вместе позже, после того, как мы закончим, в конце нашего вебинара. Чтобы нам не перепрыгивать, не вперёд, не убегать, не задерживаться на месте, потому что время пятница, и мы не хотим вас надолго задерживать. Итак, тогда начнём. Начнём с содержательного отчёта. Ну, для того, чтобы подготовить правильно и вовремя отчёт, необходимо ознакомиться с требованиями донора, как мы всегда говорим. Как правило, мы отправляем эти требования вместе с договором, когда мы подписываем договор на финансирование вашего проекта. Вам необходимо внимательно ознакомиться с договором на финансирование и, соответственно, с требованием подготовки отчётности. Чтобы в дальнейшем при подготовке финансовой части вашего отчёта не возникало каких-то трудностей при подаче документов. Также вы должны понимать, и это в договоре прописано, что вы готовите, вы подписываете, когда подписываете договор, вы берёте на себя обязательства о подготовке финансовой отчётности и содержательной. В связи с чем вы обязаны нам отчитаться о том, как вы провели все свои мероприятия и подтвердить все ваши расходы согласно утверждённого бюджета. Чтобы не прослыть, как говорится, человеком, не очень уважающим донора, я сейчас даже не говорю о себе и о Центре Гаранта вообще. Я думаю, что вы не только в Центре Гаранта пишите заявки. Вы должны понимать, что в том числе судят о вас и о том, как вовремя вы сдаёте свои отчёты, как вы относитесь к своей ответственности, которую вы на себя взяли. Поэтому большая просьба всё-таки соблюдать сроки отчётности. Они все прописаны в договоре для того, чтобы вам всегда иметь сроки перед собой, либо выписать их в свой ежедневник, либо сделать копию договора и приложить к себе в папочку. Поэтому мы всегда говорим, что для того, чтобы вам проще было отчитываться, мы рекомендуем заводить отдельную папочку на каждый конкурс, вернее на каждый проект, куда складывать все необходимые документы или накапливающиеся документы, которые у вас собираются в течение реализации вашего проекта, чтобы можно было открыть папку и найти там всё сразу. Ну и, соответственно, договор с бюджетом и календарным планом обязательно должен присутствовать в этой папочке. Кроме этого, мы просим вас согласовывать все любые изменения в содержании проекта и его графике, возможно, в составе участников, смене руководителя проекта, каких-то менеджеров лиц, которые принимают участие в реализации вашего проекта, имеется в виду ключевых лиц. Поэтому можно заранее просто сообщить нам о том, что у вас будет смениться человек в письме, сообщить мне. Можно в электронном предварительно всё это согласовать и продолжать работать. Если у вас меняются сроки календарного плана, то есть сроки реализации проектов, вам тоже необходимо сообщить, потому что, как я уже говорила, мы перед началом ваших проектов составляем сводный календарный план для себя, куда выписываем все ваши ключевые значимые мероприятия с датами или хотя бы помесячно, чтобы можно было вовремя среагировать и осветить ваши мероприятия. Вы можете у нас на сайте, в соцсетях читаться, сообщить об этом донору, потому что я ещё скажу об этом, мы помимо того, что мы запрашиваем у вас все ваши информацию о том, как у вас происходят дела в проекте, мы ежемесячно отчитываемся об этом фонд, который нам предоставил финансирование ваших проектов, это фонд «Тимчин». Ну и, конечно же, отчёт должен быть довольно предельно правдивым и подробным. То есть, кратких каких-то фраз типа «Провели, всё замечательно, хорошо», нас не устраивает, потому что мы по итогам готовим аналитический отчёт для фонда, оцениваем, смотрим ваши проекты и готовым ещё расскажу, говорю, что я говорю, аналитический отчёт «Итоговый фонд» по реализации конкурса каждого года. Ну, вот в Центр Гарант по поводу сроков отчётности, ваши отчёты, финансовые и содержательные, необходимо будет подготовить и прислать нам в Центр Гарант не позднее 15 февраля 2017 года. Это в каком формате должны предоставлять отчёт? Отчёт должен быть предоставлен на бумажном носителе и в электронном виде. В электронном виде нам нужны только заполненные формы, не сканы. Вы просто заполненные формы отправляете мне либо вместе с бумажной на диске, либо отправляете по электронной почте. Вот почта указана на слайде с пометкой «Итоговый отчёт о реализации проекта конкурса активного поколения». Указываете название вашего проекта, либо номер вашего договора. Ещё раз скажу, почему ещё раз, потому что я всё время об этом говорю, что отчёт должен быть подготовлен в соответствии с формой, которую мы вам предоставляем. Она разработана нами, на мой взгляд, довольно упрощенная. Дальше мы будем её разбирать. И не должно возникнуть никаких сложностей и проблем с тем, чтобы её заполнить, потому что в требованиях там все формулировки и пояснения присутствуют. При заполнении формы вы должны отвечать на вопросы развернуто и отвечать на все предложенные вопросы. Бумажная версия отчёта подписывается руководителем проекта, руководителем организации, а также заверяется печатью. И указывается дата составления этого отчёта. К содержательному отчёту прикладываются необходимые документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий. Это могут быть публикации в СМИ, то есть вырезки, если это были в каких-то печатных изданиях, публиковались ваши материалы. Это могут быть результаты анкетирования обработанные. Печатная продукция. Только я вас прошу, не надо нам партиями присылать эти образцы, достаточно одного. Фотографии. Ну и прочее. Всё, что вы считаете необходимым нам показать, что у вас было сделано в рамках проекта. Но ещё раз говорю, что нам... Прошу вас не присылать целые партии, потому что всё, что вы пришлёте, мы передадим непременно в фунт и оставим некоторое, возможно, у себя на памяти. Поэтому много не нужно. Во-первых, если вы посылаете почту, это, соответственно, вес, ну и всё прочее. По поводу фотографий тоже большая просьба. Не надо их распечатывать. Не надо специально идти в фотомастерскую, делать печать фотографий. И не стоит их распечатывать, опять же, на цветном принтере. Тратить на эти фотографии ваши бесценные цветные картриджи. Нам достаточно и нам нужны фотографии только в электронном виде. Также о формате этих фотографий мы поговорим чуть позже. Ну вот, непосредственно перейдём к форме отчёта. Она состоит из титульного листа. Сейчас я попытаюсь вам показать форму отчёта. Видно лист? Я не знаю, я отдала свою ссылку, там кому-то кто-то не регистрируется. Не включила. Так, видна? Так, кто-нибудь не скажет, видно форму отчёта? Вот, пишет, видно. Замечательно. Итоговый, да, итоговый промежуточный и содержательный отчёт. Промежуточный и содержательный, почему? Потому что эта форма у нас единая, она идёт для всех. Ну, ладно, ничего страшного. Закончим тогда показ. Продолжим по этому. Там есть титульный лист. Начнём с основной части. Там присутствует ещё титульный лист, который нужно будет заполнить. Вписывается договор, ваш номер договора, сроки реализации проекта и название. Продолжим тогда с презентации. Просто небольшие технические. Я хотела показать её в онлайн-режиме, форму, но пока не получается. Ничего страшного. Вот раздел «Основная деятельность течения отчётного периода». Это описание видов деятельности или мероприятий по проекту, которые у вас были запланированы и прописаны в календарном плане. Здесь нужно будет кратко описать все ваши мероприятия, которые были проведены в рамках проекта, либо отчётный период, если мы говорим о промежуточных. Если это итоговый, то мы пишем, объединяем итоговый отчёт, пишем за весь промежуток реализации проекта. Ну и, соответственно, сравниваем фактическую деятельность проекта с запланированной. Ну вот здесь приведён пример. Запланированные мероприятия с указанием срока. Степа, выключи, подскажи, что мы пока не отвечаем. По вебинару могут выйти. Мне пришла ссылка. Сейчас я переключу вас на технического специалиста. Здесь приведён пример. Описание запланированной и проведённой мероприятия. Вот вы, как видите, размещение и оформление информационных стендов. Проектически проведённые мероприятия. Указывается, в какой период, где были размещены. Ну вот здесь не указано, но, конечно, желательно указывать, где они были размещены, в каком количестве. Это, на самом деле, пример из реального отчёта, поэтому как раз разные ошибки разберём. То есть вот в период с такого по такое размещены и оформлены информационные стенды социальных курьеров. Здесь не хватает, где были размещены и в каком количестве. Ну, охоты, реализации и результаты мероприятия. Здесь, опять же, должно быть описано, какие были размещены стенды, какая была информация на них размещена, кто, возможно, их размещал, кто их делал. Возможно, вы делали собственными силами, волонтёрств. Вот вам ваши участники-волонтёры приложили здесь руку и помогли вам как раз создать эти стенды. То есть вот здесь это необходимо будет всё указать. Итак, по каждому из ключевых мероприятий. Мероприятия, которые предполагают, если вы вдруг прописали в календарном плане закупку оборудования, вот здесь можно не писать, потому что на самом деле закупка оборудования – это ваше внутреннее планирование по проекту. Для нас важны основные ключевые мероприятия, которые несут на себе какой-то результат или эффект социальный, или какой-то итог, который вас подвигает к решению задач, соответственно, к решению той цели, достижению цели, которую вы ставили в рамках проекта. Закупка оборудования, ещё раз повторюсь, или ещё иногда пишут совещание в рамках проекта, сбор команды проекта. Это тоже всё ваше внутреннее планирование, это можно не описывать. По поводу незапланированных мероприятий. В некоторых проектах деятельность, которую они планировали ранее, внезапно получает некий толчок, и появляется необходимость проводить незапланированные ранее мероприятия. Если такое появляется, неважно, может быть, вы параллельно проводите из другого, возможно, проекта, мероприятия, но она очень хорошо вписывается в деятельность, которую вы ведёте именно поэтому, вы его можете сюда вписать. Ну и опять же, ход результата мероприятия описать с количественными, качественными результатами. Следующий слайд – это основные результаты проекта. То есть там мы описывали мероприятия, здесь мы описываем результаты. Результаты, которые вы для себя прописывали в заявке и говорили о том, что вы в результате всей вашей деятельности по проекту будет сделаны, чего достигнете. Вот в этой табличке, в первой, которая под цифрой 2.1, необходимо указать результаты проекта и проанализировать их достижения. Ожидаемый результат проекта. То есть здесь ожидаемый результат, вписываются те результаты, как я уже сказала, которые вы указывали в вашей заявке при подаче проекта на конкурс. Фактически полученные результаты, они могут разниться на самом деле. Потому что, когда, еще раз говорю, вы в ходе проекта проводите мероприятия и появляются какие-то неожиданные эффекты и результаты, и их также напишите здесь. И в дальнейшем их можно вынести вот в табличку 2.2, незапланированные результаты проекта. Ну, здесь опять же приведен пример из реального отчета. Создание модели социальный курьер на базе деления срочного социального обслуживания. Ну и фактически полученные результаты. Это разработанные 10 кейсов с материалами для получателей услуг. Оформлены стенды и так далее, и так далее. И здесь необходимо проанализировать... Выключи звук. Да, я не могу, он не выключается. Я уже закрепилась нажимать кнопку. Я его поставила на ответчик. И кто-то прям такой... Проанализировать полученные результаты. То есть, может быть, разобрать по косточкам. Если у вас вдруг получились какие-то незапланированные, то почему, на ваш взгляд, это произошло, плохо это или хорошо. Ну и если, допустим, не получилось вообще что-то, да, опять же, сидеть, сесть и проанализировать, как говорится, что получилось, что не получилось. Опять же, не нужны развернутые ответы. Если вы отвечаете одним предложением, мы будем звонить вам, перезванивать, что не очень удобно, потому что еще раз скажу, что у нас только в данном конкурсе 50 поддержанных проектов, и будет довольно сложно. И, пожалуйста, отвечайте развернуто. Итак, ну и как я уже сказала, да, вот незапланированные результаты, то есть, если вы в процессе реализации какого-то мероприятия или проведения вдруг увидели какой-то необычный, неожидаемый эффект или результат, его можно сюда вписать. Количественные показатели проекта. Раздел. Вот здесь тоже немаловажно. Здесь необходимо будет указывать, вот если мы говорим, что приобретено на выделенное финансирование, то здесь нужно указать основные статьи расходов. Если, допустим, если была заработная плата, просто укажите заработную плату там бухгалтера-менеджера, а если было оборудование, значит, оборудование перечислите просто через запятую можно, то есть нам не обязательно не нужно здесь перечисление вашего бюджета суммами. Просто нужно понимание, что вы приобретали самое основное для вашего проекта. Что сделано или оборудовано, созданное в рамках вашей проектной деятельности. Здесь имеется в виду, вот как вы видите, либо вы сделали комнату разгрузки или комната отдыха, вы в рамках проекта создавали клуб по интересам, там, не знаю, спортивный клуб, тренажерный зал или еще что-то. Вот здесь нужно это указать. Следующее, что было издано в рамках проектной деятельности и в каком количестве. Здесь тоже, да, видите, пояснение, это буклет, наглядное пособие, печатная продукция и тому подобное. Ну вот, допустим, да, как пример, что вот был издан буклет получателю социальных услуг, почему-то у меня здесь она в смысле не получается, она прописалась, в количестве какого тиража. Ну и также вот перечисляйте, что вы впечатали. Методические материалы, в каком количестве и как вы их распространяли. То есть вот буклет, это и не будет считаться методическим материалом. Методические материалы, это когда вы делаете, ну вот я не знаю, условно говоря, сейчас модно говорить какая-то там, все карты, да, вот карты сейчас, модное такое слово. Поэтому разрабатывали какие-то пошаговые инструкции для, я не знаю, для ваших специалистов, для ваших получателей услуг, в общем, для целевой аудитории. То есть какие-то узкие, конкретные направленности материалов, которые будут позволят вашим клиентам, то есть на кого направлена эта методика, получить довольно в сжатом виде, возможно, да, или в расширенном информацию о той или иной проблемной ситуации и так далее. То есть вот здесь вписывается только методический материал. Если у вас их не было, значит пишем нет. Каково общее количество участников проекта? Вот тоже очень часто делают здесь ошибку. Смотрите, здесь нужно общее количество участников проекта. Количество лиц, принявших участие в мероприятиях проекта, включает целевую и косвенную группу. Вот здесь мы просим указать только вот эту цифру. Вот это все, единственная цифра. То есть вы считаете всех, кто у вас, вот здесь как раз показан пример, как не надо делать. То есть здесь мы должны указать только вот эту цифру, единственное, общее количество. Мы считаем и жителей сельского поселения, и специалистов, и всех, кто, возможно, приходил к нам на мероприятие. То есть любую косвенную группу. Считаем и здесь вписываем одной цифрой. Вот все вот это, которое ниже, то есть мы расписываем, вот они должны войти вот в эту графу. То есть здесь мы уже расписываем по каждой из категорий. Специалисты учреждения, старосты поселений, специалисты администрации, их количество и так далее, и так далее. Каких партнеров удалось привлечь? Здесь необходимо будет перечислить организации или учреждения, которые с вами сотрудничали на безвозмездной основе при реализации ваших мероприятий в рамках проекта. То есть если это предоставляли какой-то административный ресурс, это может быть администрация сельского поселения. То есть она вам помогла, я не знаю, организовать какое-то действие, либо предоставила вам на безвозмездной основе помещения административный ресурс, какого-то специалиста вам предоставила, чтобы он мог вам провести какие-то лекции и так далее. То есть вот ставим сюда. Если кто-то вам предоставлял, я не знаю, может быть, какие-то услуги, транспортные услуги, какая-то организация, допустим, транспортная организация, вы с ней договорились, она вам предоставила автобус, чтобы перевести людей безвозмездно. Это тоже будет считаться партнерством. Поэтому их вписываем сюда. И вот еще один немаловажный раздел отчеток, который, к сожалению, забывают наши граждополучатели расписать и плохо отвечают на этот раздел. Это вот раздел, куда вы можете вписать ваши собственные или привлеченные средства. То есть мы не просим от вас отчета о расходовании ваших собственных или привлеченных средств, потому что некоторые это требуют, мы не просим. Но мы просим вас вот в этом разделе указать, из какого источника и в каком денежном эквиваленте это выражается. То есть, ну вот, например, да, услуги автотранспорта внутри района, допустим, да, они 10 тысяч рублей привлекли, им предоставили возможность перевозить на автобусе людей. Канцелярские товары, вот, допустим, да, кто-то им предоставил на 500 рублей этой бумаги. Выпуск газеты «Социальный вестник». Их, не потребовав оплаты, в четырех выпусках была опубликована информация о реализации их проекта, да, или какие-то объявления. Вот это тоже ресурс. То есть вы должны посчитать, сколько это стоило вам в денежном эквиваленте, если бы вы просили их опубликовать это объявление, и сколько бы это объявление вам стоило в деньгах. Вот, и сюда указывать. То есть перевести в денежный эквивалент необходимо. Ну вот они здесь даже, извините, здесь не видно, к сожалению, но здесь даже указаны услуги корреспондента редакции. Вероятно, этот корреспондент к ним приезжал и писал про них статью какую-то. Поэтому, вот уже видите, они оценили это в 8 тысяч рублей. Вот таким образом. По освещению проекта. Вот это тоже очень такая проблемная зона в проектах у нас. Поэтому тоже прошу вас отнестись к этому более ответственно. При отчёте мы просим вас не только присылать нам, да, ваш Настя Чепель с вами больше по этому вопросу сотрудничает, общается с вами и шлёт вам раз-два, раз-два, две недели ласточки свои в электронных письмах. Да, Настя шутит, напротив меня сидит, шутит, что птеродактиль она вам посылает. Поэтому очень прошу вас всё-таки реагировать на её письма и хотя бы просто отвечать, что вы получили её письмо и вы постараетесь выполнить её просьбу в определённый период времени. Потому что, ещё раз говорю, что это важно. Это важно не только для вас, но и для нас. Потому что мы ежемесячно пишем отчёты, информационные отчёты о том, как у нас проходят дела и что у нас происходит в проектах в фонд Тимченко, потому что они тоже хотят знать, куда и как расходуются их деньги, то есть насколько это эффективно происходит, насколько интересно. Ну и помимо того, что вы присылаете нам, я прошу вас всё-таки мониторить и заниматься. То есть мы просим присылать информацию нам, и Настя её ставит у нас на сайте, она отправляет её в АСИ. Мы стараемся размещать на различных дружественных нам СМИ электронных, возможно, печатных, кто готов это делать на безвозмездной основе. Но, кроме этого, я прошу вас, чтобы в вашем регионе знали о том, что вы делаете, и что есть такой конкурс достаточно интересный, и какую деятельность вы ведёте, заниматься распространением пропаганды, некрасивые слова мне не нравится, но, во всяком случае, популяризации этого проекта, движения, давайте, гравители активного поколения в ваших регионах. И взять, может быть, за правило в конце недели просто мониторить ваши СМИ электронные запросы, я не знаю, просто в Гугле или где у вас там, в Яндексе, в поисковик, активное поколение, чтобы посмотреть, какие это ссылки. Ну и, конечно, не забывать указывать всё то, что вы публиковали сами. Ну вот здесь приведён, опять же, пример, табличку, да, и записывать, естественно, в табличку, потому что мы, кроме этого, отчитываемся в фонд Тимченко по итогам, да, аналитическим отчётам, вот сделаем анализ, насколько значимость и звучание темы активного поколения в регионе, где проводится этот конкурс. Поэтому вот на основе ваших предоставленных отчётов это всё войдёт туда, в наш стоковый отчёт. Ну и вот, как пример, да, вы пишете наименование СМИ, то есть это могут быть какая-то печатная газета, это может быть электронная СМИ, это может быть страничка ВКонтакте, это может быть ваша какая-то местная газета, радио, телевидение, прочее, прочее. Здесь указываете дату выхода, либо сюжета, либо дату выхода газеты или статьи, если это электронная СМИ. Ну и, соответственно, заголовок публикации, да, под каким заголовком это была. Ну и если это электронная СМИ, или как где-то видеосюжет сохранился в интернете, вы обязательно ссылочкой указываете её нам. И ещё одно вот небольшое замечание, что когда вы шлёте информацию Насте, когда она вас просит прислать какие-то ваши информационные сообщения, большая просьба, если вы размещаете, ведёте какую-то страничку свою, проектную, и размещаете там ваши посты, сейчас, да, модное слово, это же, продвинутая, да, продвинутых, проще сообщения, какие-то информационные публикации, ваших контакт в социальных сетях, скажем так, на страничках, присылать уникальную ссылку именно на эту публикацию. То есть не просто на страницу ВКонтакте, и типа, девочки, поищите сами, а вот конкретную ссылку на эту публикацию. Поэтому вот большая просьба отнеслись к этому очень ответственно. Ещё один раздел, не последний, но практически последний, это влияние проекта на решение заявленных проблем. Вот здесь это самый такой, наверное, может быть, сложный для вас покажется раздел, аналитический раздел, где вы должны будете проанализировать, да, какова была ситуация, рассказать нам, условно говоря, в двух словах, как изменилась ситуация после тех мероприятий, которые вы провели в рамках проекта. То есть охарактеризовать, какова была ситуация до и как она изменилась после того, как вы реализовали проект. И, возможно, не просто какие-то, да, опять перечислить результаты, которые вы уже нам в предыдущих разделах мы с вами говорили о результатах, а именно о том, как повлияло это, возможно, на самих людей. На участников проекта, да, возможно, у кого-то там что-то прямо изменилось, так вау, что они просто круто поменяли свою жизнь. Возможно, это как-то повлияло на вашу организацию, она стала заметнее, к ней стали обращаться, там, я не знаю, ваши клиенты стали чаще обращаться, вас заметили в администрации, с вами стали чаще в партнеры вас приглашать. То есть как ваш проект, возможно, повлиял на вашу организацию, возможно, как проект повлиял на окружающих людей, на местное сообщество. То есть важно показать, каков был вот эффект, эффект, именно эффект от проведенного проекта. Поэтому вот к этому разделу необходимо будет подходить более ответственно и нужно посидеть, подумать. Еще один раздел «Отзывы участников, отражающий значимость проекта для целевой аудитории». Ну, здесь мы просим привести несколько высказываний. Возможно, в рамках каких-то мероприятий совместных или общественных, публичных, словно говоря, вы можете попросить у них или просто у участников. Если у вас там небольшая целевая аудитория, вы можете попросить их написать отзыв. Вот большая просьба, когда вы будете писать, вот ошибки тоже некоторые делают, как раз остановлюсь на этом, что вы можете нам прислать скан копии этих отзывов, но большая просьба вот здесь их вписать от руки. То есть не просто вставить картинку, потому что мы в дальнейшем, опять же, перепечатываем все это, и сами понимаете, что с 50 проектов перепечатать все отзывы из скан копий, здесь достаточно, я не знаю, одно-два таких самых ярких высказываний. Просто перепишите сюда, в этот раздел, и остальные все можете отправить как приложение в виде сканированных копий. Ну и дальнейшее развитие проекта. Здесь вам нужно будет, опять же, проанализировать деятельность, как вы видите дальнейшее продолжение проекта, на какие средства, если вы видите продолжение, то вы кратенько, на какие средства вы будете продолжать эту деятельность, и, возможно, кто будет координировать эту деятельность, если руководитель проекта будет столь отчаянно и решит продолжить начатую деятельность, то возможно указать. Ну и по приложениям, кратенько по приложениям, в качестве приложения могут быть представлены следующие материалы. Копии, как я уже сказала, письменных материалов, если были такие, которые вы готовили в рамках проекта, это методические пособия, опять же, один-две экземпляра, не больше. Какие-то программы, учебные планы, материалы семинаров, и прочее, любую печатную продукцию в проекте, там, я не знаю, плакаты, листовки, если не были, копии анкет и так далее. Вырезки из газет, если это было в печатном издании, можно приложить вырезки из газет, либо отсканировать, опять же, эти вырезки и прислать нам в электронном виде. Ссылки на публикации, как я уже сказала, вы их готовите в табличке, о котором мы с вами разбирали ранее. Сжата информация об обратной связи, например, образцей анкет, анализ оценочных форм, списки участников семинаров, круглых столов и так далее. Обязательно фотографии. Как я вам обещала, вот информация этих электронных фотографий. Они должны быть в формате JPEG 2 на 1500 пикселей и не более. То есть они должны быть в хорошем качестве. Почему, еще раз скажу, возможно, это не очень... Сейчас достаточно хорошее разрешение даже у смартфонов. Поэтому, почему именно такого качества? Потому что, как итог, мы выпускаем сборник кейсов, сборник практик и делаем фотоальбомы для наших доноров. И хотелось бы иметь фотографии, которые хорошо бы смотрелись потом на бумаге после макетирования. И, к сожалению, вот совсем нехорошего такого... Вот более-меньшее пиксели, они гораздо хуже смотрятся и менее выигрышно смотрятся. Или просто не попадают в эти альбомы. Поэтому, если есть возможность, пригласите, я не знаю, как волонтера, договоритесь с каким-то фотографом местным, который с вами поработает. Или у вас есть из числа участников вашего проекта человек, который хорошо разбирается в этом, есть хороший фотоаппарат. Даже на смартфон есть, если сейчас достаточно хорошее разрешение. В принципе, можно сделать такие фотографии. И по количеству не более пяти штук, максимум пять штук, не больше. Очень тоже большая просьба. Во-первых, такие качества фотографии небольшие в объеме. Поэтому, чтобы не перегружать почту, не более пяти штук самые интересные и говорящие фотографии вашего проекта. Ну и, конечно, желательно пронумеровать эти фотографии и как приложением, списком указать название этих файлов с фамилиями, может быть, и датами, с комментариями какими-то к этим фотографиям, название мероприятий и так далее, чтобы было понятно, чтобы мы потом могли это в альбоме или в буклете прокомментировать эту фотографию. Поэтому, это тоже большая просьба. Ну, вот, наверное, все, то, что касается содержательной части. Я вот вижу, здесь уже вопросы появились. Здесь по поводу вебинара. Да, вот как раз запись вебинара. Выслано не будет. Может быть, ссылку отправим вам, да, но она будет размещена у нас на сайте. Вот вы на слайде видите в разделе «Медиатека». Когда загрузим на сайт записи этого вебинара, мы вам сможем отправить ссылочку. Может, по ней пройти, либо вот где-нибудь, может, через недельку зайти в этот раздел и увидеть. Если вы печатали листовки без привлечения финансов, нужно указывать. Если вы печатали листовки без привлечения финансов, то есть собственные средства вложили туда, это тоже ваш ресурс. Это ваши привлеченные средства. Конечно, надо. Как нет? Вы указываете, сколько вы затратили на эту печать. Почему нет? Это всегда нужно. Это ваши собственные средства привлеченные. Так, с какой частотой нужно отправлять промежуточный отчет один раз в месяц или один раз в неделю? По поводу промежуточных отчетов это все указывается в договоре. В конкретно вашем случае промежуточного отчета не требуется. Вы должны будете нам прислать сразу оба отчета, финансовый и содержательный, единовременно, не позднее 15 февраля 2017 года. Когда они, наверное, имеются в виду информационные. Если вы говорим, возможно, вы путаете о каких-то информационных отчетах, у нас часто есть такое недопонимание в том, что просит вас Настя. Мы просим вас непромежуточный отчет. Мы просим вас информацию о том, что у вас произошло в рамках проекта, возможно, в рамках мероприятия. Обязательно сообщать, во-первых, перед тем, как у вас где-нибудь, я не знаю, может быть, за неделю или за дня 2-3, о том, что у вас предстоит такое-то мероприятие. И сразу же по окончании мероприятия вместе с фотографиями небольшую заметку, что у вас произошло на мероприятии, то есть каков результат вместе с фотографиями в качестве истории. Неверно считать, что то, что просит у вас Настя, это промежуточные отчеты. Мы просим у вас информацию о каких-то возможных новых изменениях или событиях, которые произошли в рамках проекта, о которых было бы интересно услышать и рассказать публике вовне. Чтобы рассказать, во-первых, о вас, о вашей организации, о вашем интересном проекте, и сделать вас более значимым для вашей территории, для ваших административных работников, иметь в виду власти и так далее. О том, что ваш проект звучал не только на вашей территории, но и в России, скажем так. Надеюсь, я ответила. Нужно ли высылать видео, но снятое на телефон? Ну, если это хорошее качество видео, опять же. Только ссылку на YouTube присылать не надо. Ссылку на YouTube. Само видео можете не высылать. Вы можете закачать его на YouTube или, я не знаю, ВКонтакт, допустим, в тот же, ну, то есть в социальную сеть и присылать нам ссылочку на это видео. Так. Ну, все. Надеюсь, я ответила то, что касается содержательной части, по финансовой. Сейчас мы поговорим с нашим уважаемым главным бухгалтером Зинуровой Еленой Петровной. Я ей передаю слово. И можете задавать уже вопросы ей. Все, на что я смогу ответить, я смогу ответить вам в письменном виде. Возможно, то, что не смогу, мы озвучим, и она ответит в конце своей презентации. Елена Петровна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно вас видеть. Меня зовут Зинурова Елена Петровна. Я являюсь главным бухгалтером Центра Гарант. Ну, и в мои обязанности входит проверка ваших финансовых отчетов. Ну, хочу начать с того, что поздравляю вас с тем, что вы выиграли в конкурсе и стали обладателями грантов от фонда Тимченко. Ну, это малая толика вашего труда. Впереди предстоит реализовать проекты. И не менее важно успешно за них отчитаться. Отчетность по проекту является показателем деятельности организации. Если мы видим, что подготовлены качественные отчеты, сданы вовремя, приложены все первичные документы, естественно, возрастает желание продолжить работу с данной организацией. Поэтому давайте будем дружить и присылать хорошие отчеты. Но в связи с тем, что... Сейчас, одну секундочку. Я тут не очень сильна в компьютере, поэтому небольшие накладочки. Но прежде чем приступить к выполнению финансового отчета, необходимо ознакомиться с требованиями, которые изложены в договоре и в приложении. В договорах там все достаточно четко прописано, что вы должны сделать, какие подобрать документы. И, ну, если есть какие-то вопросы и непонимания, можно всегда связаться с Татьяной Ивановной, которая, если сама не сможет ответить, то задаст вопрос мне, и можно решить будет все спорные и сложные моменты до того, как подходит срок сдачи отчетов. Вот, просьба ко всем не затягивать. Ну, вы знаете, что вам необходимость предоставить два отчета, финансовый и содержательный. Ну, с требованием финансового отчета у Татьяны Ивановны вам достаточно хорошо все рассказала, но теперь я попытаюсь изложить, ну, кратенько, потому что вы сами понимаете, что финансовая отчетность, тут можно говорить до бесконечности, сегодня пятница, всем хочется как-то пораньше закончить рабочий день. Ну, и, естественно, отвечу на вопросы, которые возникнут в результате вот нашей беседы. Значит, по поводу того, что срок соблюдения сроков отчетности. Этот, вот, я уже проверяю достаточно длительное время отчеты, и хочу сказать, что не все грантополучатели являются, скажем такими, ответственными людьми и присылают отчеты с интервалом, там, две недели после срока сдачи окончания. Это неприемлемо. Почему это неприемлемо? Потому что вы являетесь, вы отчитываетесь перед нами, и мы, в свою очередь, отчитываемся перед фондом Тимченко. А для того, чтобы отчитаться перед фондом, мы должны иметь на руках ваши финансовые отчеты и понимать, что вы использовали все средства, использовали их по назначению, чтобы не возникли некоторые проблемы. У нас уже вот такая ситуация получилась на прошлом проекте, то, что организация возвратила нам деньги, а отчет предоставила после того, как закончился сам проект через две недели. То есть, получилась проблема у фонда Тимченко и проблема у нас. Поэтому давайте любить, уважать друг друга и не создавать подобные ситуации. Тем более, у вас не такие уж большие суммы, за которые можно вполне отчитаться вовремя. Ну, таким образом, еще раз, большая просьба, соблюдаем сроки отчетности. Ну, общие требования к содержательной финансовой отчетности в том, чтобы необходимо завести отдельную папочку для отчетности по проекту и собирать туда все материалы, которые относятся к проекту. Ну, тут немножечко больше относится это к содержательному отчету, ну, а про финансовую мы поговорим пониже. Отчет обязательно должен быть предельно продобрым и правдивым. Да, конечно. Можно я вас, Светлана, немножко перебью? Тут как раз, что касается финансовой отчетности и вкладывания в папочку... Нет, я просто следующий не расскажу. Потому что, да, зачастую, что бухгалтерия ведет, а складывать копии, желательно сразу снимать копии и складывать все документы к себе в папочку руководить. Ну, вы меня немножко тянуло напередили, но да, но это важное замечание. Значит, форма финансового отчета приложена также у нас к договору. Вот финансовый отчет включает в себя следующие позиции. Прежде всего, это реестр расходов. Тоже из своей практики могу сказать, что не все организации выполняют это требование. Очень часто приходит нам по почте файл, в котором приложены, в котором первичные документы, даже не в хронологическом порядке, просто вот они там положены и прислали. А вы там, Елена Петровна, вам делать нечего, занимайтесь, разбирайте. Такие отчеты мы принимать не будем. Если не приложен реестр, значит, автоматически считается, что отчет не сдан. Будем отправлять или вам их... Ну, отправлять, конечно, обратно мы вам не будем, но будем требовать предоставления реестра для того, чтобы проверить и понять, что отчет действительно сделан грамотно и правильно. К реестру необходимо приложить ксерокопии финансовых документов, которые подтверждают расходы по данному проекту. Кроме ксерокопии финансовых документов необходимо приложить, если у вас есть договорные обязательства с кем-то, с ИПшником, с ОООшкой, необходимо приложить договор, акт приема-передачи, ну и в те организации, которые начисляют заработную плату своим сотрудникам, необходимо будет приложить приказы о том, что данные штатные сотрудники выполняют функции, там, я не знаю, кого, бухгалтера, там, координатора по данному проекту, и в связи с этим им начисляется заработная плата. Ну, как я уже сказала, регистр должен быть составлен в соответствии с утвержденной формой отчета. Компии документов необходимо делать односторонними на полных листах бумаги формата А4, потому что тоже часто встречается такая ситуация, что на одном листочке по 5-10 чеков откопировано, разберитесь сами, что куда относится. Попрошу нас жалеть и беречь наше время. Значит, вот из личного опыта я хочу вам посоветовать, что отчеты лучше составляйте не в последний момент, а по ходу реализации проекта. И формировать отчет, естественно, лучше всего в программе Excel, не в Word, потому что вы можете там ошибиться, автоматически вам ничего не считает. В Excel, сами понимаете, что намного снижен риск архимпетической ошибки. По поводу первичных документов, ну вот как Татьяна Ивановна уже сказала, что их нужно складывать в отдельную папочку, тоже из собственного опыта, мы пришли вот к такому выводу, что все-таки лучше первичные документы сканировать, а потом распечатывать, чем искать вот эти оригиналы в бухгалтерии в тот момент, когда нужно сдавать отчет. Это очень трудоемкая работа, занимает много времени, а вот по ходу реализации проекта, тем более, что у вас тут максимальная сумма 100 тысяч, не так уж много документов. Лучше сразу вот пришли документы, сканировали, сложили в папочку, и к тому времени, как сдавать отчет, у вас будет практически вся первичка перед вами, вам нужно будет только вбить в реестр расходов, на именно, ну там, соответственные требования к документам. Ну, еще одним из требований к расходам, которые принимаются проектом, по данному проекту, реализации данного проекта, расходы должны быть, должны относиться именно к реализации данного проекта, и должны быть экономически обоснованы. Так, вот сейчас мы с вами посмотрим реестр заполнения отчета. Это дан вам образец, он приложен только не в заполненном варианте к вашему договору. Значит, какие требования к заполнению данного реестра. Ну, понятно, что название организации, название вашего проекта, номер заявочки указывайте, чтобы нам было легче, как бы, идентифицировать договор с вашим отчетом. Состоит этот отчет из вот шести колоночек, да. Первое – это бюджет. Ну, бюджет у всех у вас есть. Вы можете вот только, вот вы выиграли, да, данный конкурс, получили финансирование, можете сразу вот начать забить бюджет в реестр и смотреть по ходу реализации проекта, и какие траты у вас уже произведены. Это вам будет в плане, удобно в том плане, что вы будете сразу видеть остатки, которые у вас там недорасходованы по данной статье. Если вдруг получился перерасход, значит, вы должны будете запросить у менеджера разрешение на то, чтобы бюджет пересчитать, пересмотреть. И то есть это зрительно будет вам достаточно, ну, хорошо видно. Значит, поняли, да, что в первую мы вносим вид расхода в соответствии с бюджетом проекта. У каждого свой бюджет, вы понимаете, о чем я говорю. Рядом в графе идет сумма по бюджету, утвержденная, то есть это вот та сумма, которую вам утвердили после подписания договора. Еще раз повторю, если вдруг в ходе реализации проекта возникают какие-то изменения, вы должны приложить к отчету письмо с разрешением произвести данные изменения и там не дотратить или перетратить по определенной статье бюджета. Следующая графа у нас идет наименование документа, подтверждающего расход, основание для платежа. Основанием для платежа, я думаю, что, наверное, здесь присутствует не только руководитель, но и бухгалтера, но если руководители, они тоже, думаю, что уже разбираются в документации бухгалтерской. Значит, необходимо приложить, если это у вас безналичная оплата, то счет, платежное поручение, счет фактура, накладная, если это, предположим, основное средство, если это какие-то услуги, то счет, платежное поручение, возможен договор, если вы заключили, например, на аренду, вот желательно, я вот тут вижу, например, в примере, что договор-то не стоит, но все-таки желательно заключать договор и акт, прикладывать акт о том, что выполнены требования договора. Но если нет акта, то можно просто хотя бы договор о том, что вам разрешена аренда помещения под офис. Вот, дальше что? Следующая у нас с вами графа идет, дата расхода. Дата расхода ставится, вот тоже в процессе проверки очень часто возникает, ну, как бы сказать, сострадание к товарищам, которые составляли отчет, что везде ставят даты расхода. Дата расхода, и к счету, и к счету фактуры, и к накладной, и к платежной, это совершенно не нужно. Расходом считается тот момент, когда вы оплатили платежное поручение или сделали выплату по кассе. То есть, дату расхода ставим только напротив платежного поручения. Также напротив платежного поручения мы с вами ставим и сумму фактического расхода. То есть, еще раз повторю, ни счет, ни счет, фактура не накладная, только платежное поручение, кассовый ордер или авансовый отчет. То есть, документы, которые подтверждают реально произведенный расход. Вот, еще, значит, большая просьба. У нас вот между датой расхода и сумма фактического расхода стоит графа номер документа. Пожалуйста, вот когда вы прикладываете к реестру документов, документы, спроставляйте нумерацию, чтобы мы не искали. И, естественно, нужно подкладывать к реестру документы вот именно по этой нумерации, чтобы мы... Так, извиняюсь, что-то тут пропало. Сейчас, одну секунду. Ага, все, появилось, да? Тут что-то с компьютером, у меня немножечко какие-то проблемки, но там, где я, там проблемы с компьютером, поэтому уже сотрудники мои не удивляются. Вот это то, что касается реестра. Если что-то непонятно, вопросики и в конце нашей беседы мы с Татьяной Ивановной ответим на возникшие вопросы. Значит, общие принципы отчетности. Ну, возможно, вы являетесь не только получателем мигрантов по конкурсу «Активное поколение», но и по другим конкурсам и грантам получаете финансирование. Отчетность везде достаточно общая. Значит, что... В чем именно заключаются общие принципы? Во-первых, копии документов, которые относятся к одной хозяйственной операции, должны быть скреплены вместе, разложены в хронологическом порядке в соответствии с утвержденными статьями бюджета. То есть, это вот как раз то, о чем я вам говорила. Номер документа по порядку. Если один документ относится к разным видам расхода, бывает, что, например, в авансовом отсчете что-то относится к материалам, что-то к командировочным расходам, то в этом случае необходимо сделать две копии указанного документа. И в каждой копии пишется от руки сумма расхода по соответствующему виду расхода. Обводится карандашом, и каждая копия помещается к документам по соответствующим видам расхода. В реестре расходов в таблице Excel, это я уже тоже говорила, повторюсь, сумма ставится только напротив документа, по которому были уплачены денежные средства. Если указанная в первичном документе сумма состоит не только из целевых средств, которые необходимо указать на копии платежного документа, сумма средств именно целевого благотворительного финансирования, последующей форме, в том числе, хотя, вот вы знаете, я с этим тоже не очень согласна, это очень много там писать, можно написать просто кратенько, по проекту такая-то сумма. Это будет тоже правильно, и мы примем такую формулировку. Ну, основные статьи расхода по каждому проекту, они тоже, можно сказать, общие. Начнем с самого любимого, самой любимой статьи, это оплата услуг привлеченных специалистов и зарплата. Ну, я вот, честно говоря, не видела бюджета ваших проектов, но если у кого-то заложена зарплата штатных работников, то для того, чтобы подтвердить расход по данной статье, необходимо приложить трудовые договоры или приказы о возложении обязанностей по проекту на сотрудника организации. Если проблематично, может быть, трудовые договоры, там много надо копировать, то приказа нам будет достаточно, что, например, там главный пухалтер, там, ну, Тенурова Елена Петровна, на нее возлагается обязанность по ведению бухучета по проекту такому-то. Для нас это, еще раз повторюсь, будет достаточно. Вот, для того, чтобы я могла увидеть, правильно ли вы начислили зарплату, вы уплатили налоги. Вот сейчас я немножко перескочу на следующий слайдик. Вот, видите, да? Мне необходимо будет к отчету, чтобы вы приложили расчетную ведомость по зарплате. Почему я акцентирую на это внимание, что очень многие грантополучатели почему-то не считают нужным прикладывать этот документ. Просто, значит, платежные поручения об уплате налога или там кассовые ордера получения зарплаты, но для меня эта информация слепая. Я не вижу, правильно ли вы выдали человеку те деньги, которые он заработал, правильно ли вы заплатили налоги, поэтому попрошу вас. Ну, может быть, в каждой организации расчетная ведомость составлена там, не обязательно типичная форма. Вот у нас разработана, например, в организации вот такая расчетная ведомость по зарплате. Здесь я вижу начисленная сумма, налоги, сумма к выдаче и налоги фонда. То есть, плюс вы прикладываете все платежные поручения и если там человек у вас получает по кассе, кассовый ордер, и для меня информация открытая. Я все прекрасно вижу и понимаю, что вы сделали все правильно. Это я немножечко перескочила, чтобы вот продолжим дальше. Ну, тут уже автоматически уходит вопрос расчета отчислений с фондов, с фонда оплаты труда. В этой расчетной ведомости я все вижу. Значит, но кроме того, что правильно рассчитать налоги, вы должны приложить документы, которые подтверждают сумму перечисленных налогов. Если вы перечисляете налоги по организации одним платежом, то на ксерокопии платежного поручения вы должны указать, какие средства у вас перечислены именно по данному проекту. Ну, также напишите, что по проекту такому-то и поставите сумму. Можно без расшифровки, просто... Ага, смотрю, Татьяна Ивановна вопрос выскочила, заинтересовалась. Вот, значит, платежные поручения на перечисление налогов должны производиться не позднее для получения денежных средств на оплату труда в банке. Это касается больше НДФЛ. Вы сами знаете, что мы не имеем права выплачивать работнику заработную плату, если не мы платили налог на доходы физических лиц. Но если вы перечисляете НДФЛ, то, соответственно, и в это же время перечислите налоги в фонды. То есть то, что касается штатных сотрудников, думаю, понятно. Должны приложить договор или приказ, расчетную ведомость и платежные поручения на уплату налогов и платежные поручения на получение человеком заработной платы или, если он получает через кассу, то кассовый ордер, который оформлен в соответствии с порядком введения кассовых операций и подписан данным сотрудникам. Но кроме основных штатных сотрудников, часто по проекту работают привлеченные специалисты. Привлеченные специалисты оформляются, как правило, по гражданско-правовому договору. Значит, вот в этом случае вы должны, если у вас есть такие привлеченные специалисты, к отчету вы обязательно должны приложить этот гражданско-правовой договор, чтобы мы видели, что именно этот человек работает по проекту, какие он обязанности выполняет в данном проекте. И, соответственно, к договору должен быть приложен акт о том, что человек выполнил эти услуги, акт приема и передачи работы. Это для привлеченных сотрудников. Первичные документы, подтверждающие оплату труда привлеченных сотрудников, точно такие же, как и у штатных. Единственное, там поменьше перечисление налогов, потому что ГПД мы не платим, фонд социального страхования, остальное все то же самое. Вот это у нас с вами то, что касается зарплаты. Так что основная моя просьба из опыта проверки отчетов расчетную ведомость. Пожалуйста, прикладывайте. Так, да что ж такое-то? Одну секундочку. Павел у меня опять что-то там пропало. Ну что у меня такое? Я там нажимаю, ну все, у меня это вот зарплатает. Почему так? Все, все, да. А я не то нажимаю, или почему это так получается? Ага. Ага. Все, в общем, моему компьютерщику не скучно со мной. Движение жизни. Так. Следующий. Ну вот это то, что я вам говорила по поводу уплаты налогов. Повторяться не будем. Отчисление налогов тоже не повторяем совсем. Все понятно, да? Расчетная ведомость. Ну и пошли дальше. Кроме... Какаясь? Коллеги ползают по-постунски. Значит, кроме оплаты труда для реализации проектов заключаются договоры на оказание различных услуг. Например, договор на оказание услуг аренды, да? Это может быть аренда помещения, аренда на проведение мероприятия. Для того, чтобы правильно отразить данные расходы в отчете, необходимо также приложить договор. В данном случае, если мы говорим об аренде, договор аренды. И вот желательно акт. Ну, я говорю, что это не с каждым. Если, например, аренда идет муниципального учреждения, они акты не предоставляют. То есть, нам будет достаточно договора аренды. И, соответственно, платежные поручения, в котором я вижу, что вы заплатили данную сумму, которую отразили в реестре. Здесь важный вопрос. Тот, что необходимо соблюдать сроки договоров аренды. Вот часто бывает так, что, ну, в нашей практике так бывало, что в конце года вот остаются деньги, и мы стараемся проплатить аренду вперед. Но, если вы попробуете отнести эти расходы на проекты, которые не реализуются в данные сроки, то я не смогу принять эти авансовые предоплаты. Хотя они и, вот, может быть, оплата и за декабрь, там, за январь, в тот момент, когда проходит уже ваш проект, но сделаны они раньше. То есть, авансовые предоплаты не принимаются к расходу. Документом об оплате услуг может быть как платежное поручение, так и квитация к приходному ордеру с кассовым чеком или бланк стройкой отчетности. В зависимости от того, как та организация, с которой вы сотрудничаете, производят получение средств за оказание данной услуги. Следующий моментик. Ну, тоже не знаю, есть ли вот в таких небольших проектах командировочные расходы, но на всякий случай озвучу. Значит, командировочные расходы принимаются только в том случае к расходу по проекту, если отправляется в командировку штатный сотрудник. Ни ГПДшники, ни добровольцы в командировку отправляться организации не могут. И расходы, ну, это уже, конечно, ваше дело, вы можете отправлять, но расходы на реализацию проекта мы не примем. Для того, чтобы подтвердить командировочные расходы, раньше необходимо было командировочное удостоверение, служебное задание, отчет о командировке. Сейчас немножечко изменились требования, командировочные удостоверения можно не предоставлять. Единственное, надо будет вот служебное задание, в котором отражены сроки участия в командировке, показать, что именно по этому проекту вы ездили в командировку, а не просто там отдохнуть. Вот, и, значит, вы должны будете приложить проездные документы, которые подтверждают расход на проезд. Это могут быть билеты, квитанции. Допускается оплата не только билетов на самолет, на поезд, автобус, аэроэкспресс. Это сейчас все допускается и разрешается принимать на расходы. Некоторые организации выплачивают своим сотрудникам суточные, хотя если в бюджете заложены командировочные расходы с питанием и проживанием, то автоматически подразумевается, что человеку уже суточные не нужны, он едет, как скажем так, на все готовое. Если же не включаются, например, питание и проживание в данную командировку, то организация выплачивает сотрудники суточные, за счет которых он компенсирует свои расходы. Кроме того, необходимо приложить платежный документ, который подтверждает оплату расходов за проживание в гостинице, если человек живет в гостинице. И счет, на основании которого произведена оплата расходов за проживание в гостинице. То есть мы с вами поняли, что командировочные расходы включаем проезд, проживание, питание. Суточные, вот тоже хочу немножко на этом моменте остановиться, принимаются к оплате согласно законодательно утвержденных норм. Но мы знаем, что в основном эти нормы разработаны для бюджетных организаций, и они не превышают 700 рублей. Мы не относимся, слава Богу, к бюджетникам, и поэтому можем платить своим сотрудникам, если есть возможность, суточные, превышающие 700 рублей. Но для того, чтобы человек не попал под налог НДФЛ, в организации необходимо издать приказ о назначении размера суточных. Этот приказ издает директор, и фиксируется, и приказ отправляется на реализацию главному бухгалтеру. Это то, что у нас с вами касается командировочных расходов. Для того, чтобы я видела, ну не я, там любой проверяющий, что вы отнесли все расходы на, именно на свою организацию, необходимо прикладывать, помимо вот всех этих документов первичных, авансовый отчет, в котором, ну вот перед нами пример авансового отчета, ну я думаю, подробно мы с вами разбирать не будем, его, как бы, оформление, потому что это дело бухгалтера, я так понимаю, что тут далеко не все бухгалтера, им это не очень интересно. В авансовом отчете будет показано, что данные средства расходованы, именно вот по этому проекту, потому что будет отражено на соответственном субсчете, и приняты эти расходы на организацию, и вы за них можете смело отчитываться. Авансовый отчет, вот еще сразу, по ходу хочу сказать, что вот тоже очень у многих вот такая тенденция, что закупают материалы и присылают нам товарные, кассовые чеки, и считают, что они все свои обязанности перед грантодателем выполнили. На самом деле, вы также должны обязательно приложить авансовый отчет, в котором отражены расходы вот именно по этим чекам, потому что вы сами понимаете, что чеки можно что-то приобрести домой и просто эти чеки вот приложить нам в отчет, но если вы уже провели по авансовому отчету, значит, расход списан с средств организации, прошел по данной организации, к вам никаких вопросов нет. К авансовому отчету, ну, я не знаю, некоторые грантодатели требуют прикладывать расходные ордера или там платежные поручения, по которым выдаются деньги сотруднику для получения подотчетной суммы. Ну, я не считаю это строго обязательно, но если будет приложен, то хуже не будет. Да, что такое? Павел! Павел! Павел, Павел! Что, можно слетать-то? Я не знаю, не знаю, почему так-то. Я же не так разворачиваю. Я же что-то делаю. Ирина Петровна у нас узкий форекс. Ну, что, движение не только у меня, но и у всех коньяк. Так, дальше. Говорит, что я сворачивала. Ну, ладно. Ага. Ну, вот это я уже немножечко коснулась оплаты товаров или услуг. Ну, продолжаем эту тему. Значит, ну, естественно, для реализации проекта мы приобретаем товары или нам оказывают услуги. Рассчитываться за данные товары и услуги можно двумя способами. Первое. За наличный расчет. Для того, чтобы правильно отразить эти расходы в отчете, вы должны, первое, приложить договор на оказание услуг выполнения работ купли-продажи, если он заключался. Но обязательным договор является в том случае, если происходит оказание услуг между двумя организациями. Если один из участников данного договора является ИПшником, то договор по законодательству предоставлять необязательно. Но если он у вас есть для подстраховки, то тоже хуже не будет. Значит, кроме того, естественно, раз вы приложили договор, значит, надо будет приложить и акт, на основании которого мы видим, что все услуги выполнены, договор реализован, все работы выполнены, все у нас с вами хорошо. Значит, платежный документ. Платежным документом при наличном расчете является квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек или бланк строгой отчетности. Вот сразу остановлюсь на бланке строгой, ну, с кассовыми чеками, я думаю, там все понятно, на бланке строгой отчетности, потому что вот этот вопрос тоже часто возникает. Значит, бланк строгой отчетности выполняет ту же функцию, что и кассовый чек. И есть организации, которые, ну и много достаточно ИПшники, организации, которые работают не с кассовыми аппаратами, а именно с бланками строгой отчетности, которые они заверяют в налоговые, печатают в определенных издательствах, и для того, чтобы бланк строгой отчетности можно было принять к расходу, он должен содержать все обязательные реквизиты, как и, например, кассовый чек. Что это за реквизиты? Значит, это серия, номер, ИНН налогоплательщика, вид услуг, стоимость услуги в денежном выражении и дата осуществления расчета. Естественно, все должно быть подписано ответственными лицами. Заполняться бланк строгой отчетности должен четко и разборчиво, то есть, чтобы он читался и можно было видеть, что на самом деле все вот это так и произошло. Значит, бланк и кассовый чек являются платежными документами. Кроме того, если вы произвели оплату товара, необходима накладная. Или бывает, что теперь разрешается индивидуальным предпринимателям работать без кассового аппарата, только выдают покупателю товарный чек, но этот товарный чек также должен быть оформлен со всеми правилами, которые предъявляются к данному документу. В нем должны быть обязательно перечислены те виды товаров, которые вы приобретаете, число этих сумм, этих товаров и какие средства вы затратили по каждому. Не общей суммой, например, товарный чек на 20 тысяч, а, ну, естественно, это я немножко погорячилась, на 20 тысяч товарные чеки не надо, предположим, на 5 тысяч, да, а расписан он должен быть по позициям, и общая сумма складывается вот в связи с этими позициями. Ну и вот, как я уже вам говорила, обязательно должен быть приложен авансовый отчет, когда происходит вот по безналичному, по наличному расчету оказания услуг или товаров. То есть вы выплачиваете, вы даете определенному человеку деньги на приобретение данных товаров, и он отчитывается авансовым отчетом. Второй вариант, более, конечно, такой удобный для всех и для вас, и для нас, это безналичный расчет. Тут меньше документов. Основанием для безналичного расчета является платежное поручение для муниципальных организаций, выписка с лицевого счета организации, чтобы мы видели, что на самом деле этот платеж произведен. Счет, счет фактуры и накладная, это в том случае, если организация, с которой вы заключили договор, является плательщиком НДС. Если нет, то достаточный договор и акт. Вот это то, что касается... Так, сейчас я опять нажимаю. Так, вот тут примеры, значит, оформления приходного кассового ордера. Ну, опять я не буду подробно... Единственное, вот, это приходный, в общем, достаточно просто заполняется, печать ставится таким образом, чтобы две трети заходила на сам приходный ордер, и одна треть на квитанцию. Квитанцию вы отдаете человеку, который внес деньги в кассу, то есть, в данном случае, если приобретаете вы, значит, вы будете тем человеком. А приходный ордер остается у получателя средств. Вот, расходный кассовый ордер. Тут немножко хочу остановиться. Есть небольшая проблемка при оформлении расходного кассового ордера на получение зарплаты. Существует вот в Одинесске стандартное, как бы, стандартное оформление расходного кассового ордера, где сумма получения средств забивается автоматически уже, вот, по ходу формирования данного ордера. Но, вот, в ходе одной из проверок нам было сделано замечание, что в расходном кассовом ордере необходимо получение средств, чтобы человек, который получил данные средства, написал прописью своей рукой. То есть, должен человек написать, сколько он получил, и подпись. Ну, соответственно, там дата должна соответствовать тому моменту, когда была начислена зарплата, выплачен налог, ну, и получено вознаграждение от человека. Ну, товарный чек, вот, это то, о чём я вам говорила, что наименование каждого товара, единица, количество, цена и общая сумма, она складывается уже в итоговую, прописывается прописью внизу. Продавец должен поставить свою подпись, и в таком случае товарный чек. Но если без кассового чека, то требуйте, чтобы стояла печать данного индивидуального предпринимателя, чтобы это уже был документ, на самом деле это был документ, чтобы в этой печати видно было ИНН индивидуального предпринимателя, его фамилия, имя, отчество. Вот, одной из статей расхода на реализацию проекта является расходы на проведение мероприятий. Ну, думаю, что, наверное, большинство проектов, насколько я вот проверяла, видела, именно и заострены на том, что провести какое-то мероприятие, в котором принимает участие граждане, ради которых реализуется этот проект, и на каждое, для того, чтобы мы видели, что действительно, да, мероприятие прошло, люди присутствовали, на каждое мероприятие должен быть составлен список участников с указанием названия, организации, если это организация, должность, рабочий телефон, фамилия, имя, отчество и подпись. Если это физлицо, то, естественно, отпадают первые два момента. В ходе реализации данного мероприятия с каждым участником мероприятия или с организацией, которая принимает участие в вашем мероприятии, должен быть договор. С организацией заключается договор целевого пожертвования на сумму расхода по данному мероприятию. То есть, если к вам приезжает человек из какого-то другого региона или из другой местности, автоматически он тратит деньги на проезд, вы должны ему обеспечить проживание и питание. И вот эта сумма расхода должна быть включена в договор целевого пожертвования, который вы заключаете с данной организацией. Вот единственное, тут хочу оговориться, что целевое пожертвование могут отдавать только благотворительные организации. Если вы не являетесь таковой, то вам эта статья не подходит. Значит, с добровольцами, физическими лицами, также должен быть заключен договор, в котором прописывается обязанность организации компенсировать расходы на проезд и проживание данного участника. С участниками, которые выполняют определенную услугу, например, эксперты, тренеры, заключается гражданско-правовой договор, по которому мы уже с вами раньше об этом говорили, они получают вознаграждение, и в том числе в этом договоре должны прописываться обязанности сторон, в том числе и компенсация организующей стороны на расход, на проезд и проживание данного участника, который оказал вам услугу и получил за нее зарплату. То есть он получает у вас не только зарплату, но вы компенсируете все расходы, которые он понес. Ну, соответственно, это договор. Если вы с ним договоритесь, что он там за свой счет приедет, ну, это только респект и уважок. Значит, следующие расходы, которые могут быть по проекту, это транспортные расходы, Татьяна Ивановна там на них немножечко останавливалась, да, транспортные расходы могут быть двух видов. Первое, это когда вы арендуете автотранспорт у транспортной организации или физического лица, значит, вы в этом случае должны приложить договор аренды с актом оказания услуг и копии документов, которые показывают, что вы действительно оплатили данную услугу. В том числе это может быть и стоимость бензина. Если транспортные расходы оказывается самой организацией, то есть у вас есть автомобиль, который находится на балансе, то вы должны приложить свидетельство о регистрации транспортного средства, что на самом деле у вас вот это транспортное средство имеется на балансе организации. Путевые листы, в которых отражен маршрут и будет видно, что вот да, вот именно человек съездил там не к тёще на блины, а именно по данному проекту и по данному мероприятию. И расходы, если вы оплачиваете, естественно, бензин, значит, должны быть документально подтвержденные расходы на бензин по норме, которая установлена законодательством Российской Федерации. Это вот у нас с вами то, что касается транспортных расходов. Ну, что ж такое, Павел? Ну, что это за бестолковое, по-моему, ну, вроде вот всё как вот нажимаю, всё как все, ну, что такое? Ой, ну, что делать? Значит, кроме того, я думаю, что многие для реализации проекта проводят какие-то конкурсы, акции, вернее, в ходе реализации проекта, и в результате люди, которые принимают участие в этих акциях, получают призы, подарки. Ну, мы с вами, не знаю, вы знаете, нет, но озвучу, что до 4 тысячи, это является неналогооблагаемой суммой. Если вот человек получил не больше, чем на 4 тысячи, то есть вы его не подводите под уплату налога НДФЛ, если же вдруг получается, что у вас, ну, бывают и такие случаи, подарок составил или приз стоимость больше 4 миллионов, или в совокупности в течение года человек получает эти призы, подарки не один раз, и набирается тоже сумма больше 4 тысяч, значит, у организации возникает обязанность или самим уплатить налог НДФЛ за данного человека, но это, конечно, более корректно, да, потому что некрасиво, если человек там принимает участие, а потом должен еще заплатить налог за то, чтобы ему выдали призы или подарки. Но если организация это не сделала, то, значит, возникает обязанность у человека заплатить данный налог. Вот кроме, ну, вы должны к отчету приложить ведомость, ну, или список, да, вот я не знаю, насколько там у Татьяны Ивановны строгие требования вот к данной ситуации, для бухгалтерского учета достаточно списка. Ну, да, да, да. Вот я сейчас, да, немножко пленюсь к вам, потому что есть вопросы как раз были по этому поводу. На вопрос о билетах в театр в качестве призов. У них выписан договор с театром заключенный, на общую сумму приобретены билеты. Вот в данном случае список получивших эти билеты предоставить необходимо. То, что вы, может, для своих датных. Либо, если у вас, да, либо, если это дорогостоящие призы, то есть какие-то уникальные, в пределах там, ну, сколько, безграничные, может быть, там, тысячи-четырех тысяч, не налогооблагаемых, что угодно. Не налогооблагаемых, но это довольно серьезная сумма, поэтому, если там больше 500 рублей стоимость приза, вообще, как бы, мы рекомендуем просто указать списки победителей, чтобы они расписались потом в конце мероприятия, попросить их подойти, озвучить это перед началом, ну, как-то, если это публичное мероприятие, чтобы подойти до решения там определенных моментов. Чтобы они подошли после, просто... Ну, оставили свои, на всякий случай, может быть, захочет там, да, донор проверить, получил ли он там телефончик. Ну, опять, это уже конфиденциально считается информацией, да, тут нам осложняется этим. Ну, это остается у нас. Вот, и по поводу того, что, вот, естественно, приобретает ваша организация данные призы, да, вы должны подтвердить копии первичных документов, их приобретения, и сделать акт на списание данных призов. То есть, вы там пишете, что на такое-то мероприятие выделены вот такие-то призы, на такую-то сумму, и прикладываете список людей, которые получили данные призов. Это то, что касается призового фонда. Так, поймусь на шуму. Ну, в основном все грантополучатели закладывают себе бюджет с такой статью, как банковские расходы, потому что банк сейчас это не очень, как говорится, дешевое удовольствие, снимается зарплата не только за содержание счета, но и за каждую платежку. Вот эти банковские расходы вы нам тоже должны подтверждать первичными документами, которыми является или банковский ордер, или мемориальный ордер. Соответственно, эти банковские и мемориальные ордера должны соответствовать датам проведения вашего проекта. Ну, вот практически вы закончили, да? Да, пожалуйста, теперь я готова ответить на вопросы. Так, сейчас по поводу финансовых отчетов на проверку. Вот с большим просьбой, если вы уже потратили все свои денежные средства, запланированные расходы сделаны, то есть все выделенные средства потратили, не ждите указанной в договоре даты крайней, вы можете прямо сейчас подготовить ваш отчет и выслать нам. Предварительно, к сожалению, мы не проверяем там, да, не согласовываем с вами отчет, просто мы, к сожалению, у нас это слишком большая для нас роскошь. Еще раз оговорюсь, что у нас только в активном поколении 50 заявок. И Елена Петровна у нас ведет как минимум наших проектов в десяток, не больше, не больше, не больше, правильно? Да, поэтому, да, прошу войти в наше положение. И еще раз повторю, что предварительная проверка, ваших отчетов для нас слишком большая роскошь. Потому что если вы расходовали средства все, готовьте, присылайте, и если вопросы будут, то можно именно с вами А можно еще мне сделать, немножечко добавить? Да. Вот просто не знаю, ну такая вот просьба, пожалуйста, все деньги, которые вам выделены по гранту и стратьте, не возвращайте Христа ради нам, а то бывает там 60 копеек возвращают, там 50 копеек, ну кто-то даже 4 тысячи, тут уж не такие большие суммы, которые вы не можете истратить. Ну напишите Татьяне вами там на согласование, может быть изменение бюджета, если вот вы чувствуете, что у вас по этой статье остаются денежные средства, еще раз прошу, пожалуйста, тратьте все деньги, потому что это и грантодателю создает проблему, и нам проблему по отчету. Так, вот еще один вопрос, призы на квест-игре стоимость не более старой. Нет, нет, конечно. Писки по 1-100 рублей не требуется, нет. Общие суммы, это что закупили на такую-то сумму, и общие суммы, выдали. Да, да. Так, что еще? Сейчас я посмотрю. По договорам, по договорам, вот Елена Петровна, КПД. Я вот здесь ответила, я не знаю, вы, может быть, меня немножко поправите. Вот у меня почему-то не видно, Татьяна, ни одного вопроса. А вы откройте вкладочку вопросов, вот видите, чат у вас. Может быть, я лучше не буду. Лучше, Татьяна, я вам буду озвучивать. Я буду вам озвучивать. Вот хотя тут мне Павел пришел. Был вопрос. Сейчас мне открыли. Ага, все. Был вопрос о договорах КПД, я уже ответила частично. Сейчас я вам... Ага, я вижу, Татьяна, мне все, Павел открыл, я вижу вопросы. ГПД по приглашенным сотрудникам, надо ли прописать количество часов, которые они привели, или можно просто сумму? Я ответила вот следующим образом, что заключение ВПД с тренинг, если это имеется в виду тренинг, то в предмете договора необходимо указывать, что вы получаете исполнителю, то есть какую работу, сроки проведения, где будет проведено это мероприятие. И указывайте либо количество часов, либо количество дней. Лучше бы количество часов, почему лучше? Это для вашей организации, для бухгалтера, потому что я не знаю, там сдаете вы отчеты в статистику или нет, потому что у статистики сейчас очень ужесточились требования, и для того, чтобы рассчитать по ГПД численность людей, желательно знать количество часов, сколько отработано вот человеком. Это не является обязательным, но желательно. Так, что еще какой-то вопрос, там сейчас читаю, в самом низу. С привлеченными сотрудниками можно заключить не договор, это одно и то же, просто оно называется, где гражданско-право хозяйственное, где ГПД, это одно и то же. Так, ну вот, не знаю, наверное, мы ответили на все вопросы, которые были. Во всяком случае, я постаралась на них в онлайн-режиме отвечать. Если какие-то вопросы еще есть, пишите. Ну, в принципе, мы потом уже... Можно написать вот Татьяне Ивановне письмо, да, на ее адрес, если у вас в ходе реализации проекта возникают какие-то финансовые вопросы, лучше задать их заранее, чем когда вы уже сделали отчет, и начинают возникать проблемы, мы звоним вам, вы там подскакиваете, вы тут подскакиваем, то есть, если есть какие-то такие проблемные вопросы, лучше задавайте их заранее, мы будем вам отвечать. Так, лучше, да, лучше звоните, спрашивайте, если вы чего-то не понимаете, прочитайте требования договора, перечитайте. Если вы не поняли, звоните или пишите мне на почту, либо на скайп, я вот сейчас вам в чате это напишу. Так, вот еще один вопрос пришел. Ага, от преподавателей. Так, если вы... На каждое мероприятие должен быть составлен список участников с указанием, о каких участниках идет речь. Ну, я уже ответила на этот вопрос на самом деле, ну, в письменном виде, но отвечу еще раз. Если вы проводите какое-то условно закрытое мероприятие, допустим, круглый стол, мастер-класс, куда вы приглашаете определенную группу людей, ну, то есть ограниченное количество участников, да, у вас, ну, потому что мастер-класс там или семинар публичным не назовешь. Семинары, конференции и прочее. Вы, во всяком случае мы так делаем, мы регистрируем участников, кто пришел, кто не пришел, если предварительная запись, то сверяем, кто пришел, не пришел. Вот эти списки зарегистрированных участников на ваши мероприятия, именно присутствующих, вы должны нам предоставить. Копии, не оригиналы. Копии. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, если потраченное собственное средство, нанести планированное... Вы допустили, Татьяна Ивановна, вот оплата преподавателей и других сотрудников производить по окончании проекта или ежемесячно? Если вы будете производить оплату ежемесячно, это уже не будет гражданско-правовой договор. Поэтому или вот два раза в течение, ну, не больше трех раз в течение года. Иначе налоговая признает это как трудовой договор, заставит вас доплачивать все налоги. Я так и ответила. Поплата преподавателей, так, хорошо. Да, если потраченные собственные средства на незапланированные статьи, отчет по ним нужен? Я тоже по ним уже ответила выше в чате. Не нужен, потому что мы на собственные средства финансовый отчет не требуем. Вы, как я говорила, можете указать эти привлеченные средства в содержательном отчете, количественные показатели раздела, табличка, там есть привлеченные средства. Вот там вы можете указать, на что и в какой сумме вы потратили собственные средства. По поводу, можно ли перебросить финансы, тоже я уже там частично ответила. 15% с одной статьи расходов на другую, что для этого нужно. Любые перемещения, которые превышают более 500 рублей, требуют согласования, предварительного согласования. Образец письма запроса у нас есть, мы высылаем его по вашему запросу, пишите мне на почту, я вам вышлю. Если вы переносите сумму, превышающую 500 рублей или экономию средств по всему бюджету, вы все потратили, но у вас сэкономлены средства, которые более 500 рублей. Также пишите запрос с обоснованием. Если вы хотите сократить сумму одной статьи внутри бюджета и перенести ее на другую статью бюджета, также требуется согласование, неважно, 15%, 10%, 20%. Вы предварительно согласовываете с обоснованием, по какой причине и почему вы хотите перенести эти средства. И как это может отразиться или не может отразиться на результатах вашего проекта. Так, вот еще руководитель организации одновременно является и разработчиком методического пособия, как заключить договор и как оплатить. Да, ну как руководитель организации, он является естественно штатным сотрудником, но он имеет право выполнять работу по гражданско-правовому договору. Заключайте с ним гражданско-правовой договор, он будет у вас как бы внутренним сотрудником, который работает по ГПТ. С ним заключаете договор и оплачиваете на основании этого договора. Ну, естественно, акт, что выполнено и желательно оплатить, ну, может быть, один раз в то время, когда закрыт акт. Например, там 10 октября вы закрыли и 10 октября вы выдали зарплату, начислили. Еще один вопрос, Лена Петровна. Приглашенный специалист работает бесплатно. Надо ли заключать договор, если ему необходимо только проплатить проект? То есть вы заключаете с ним договор добровольца, где вы пишете, что он выполняет все работы на безвозмездной основе, но вы ему там предоставляете ну, это не жилье и оплачиваете ему проект. Он вам... Да, у нас есть эти типовые договоры, по требованию мы можем вам выслать. Ну, по запросу, вернее, мы можем вам выслать. И после предоставления этим специалистам оригиналов документов проездных вы ему компенсируете эти проезды. Что-то у меня больше не видел. Еще один какой-то вопрос. А, ну, все, да, по-моему, больше тоже нет. Все, ну, вот, надеюсь, вам было очень понятно, полезно. Да, и Елена Петровна у нас очень крупный специалист в прямом переносном смысле. И очень, да, я бы лучше не сказала, это однозначно. Очень подробно и четко с точки зрения бухгалтера. К сожалению, да, бухгалтера не менеджеры, вот мы не умеем так красиво говорить, у нас конкретика, поэтому это четко. Нет, очень-очень конкретно, все очень четко, да, надеюсь, что это было очень полезно и понятно всем. Все было очень интересно, понятно, вот пишут у нас коллеги. Поэтому мы еще раз рады вас были увидеть, услышать. К сожалению, вы нас только видите, и мы вас не слышим. Но, во всяком случае, вы нас видите, увидится. Большое спасибо, что вас так много сегодня присутствовало на нашем вебинаре. Я думаю, что мы еще продолжим практику таких вебинаров, потому что территория, на которой мы администрируем этот конкурс, велика. И встретиться, к сожалению, со всеми, и, возможно, даже переговорить по телефону не так эффективно, может быть, и сложно, потому что это трудозатратно по времени. А вот такие формы вполне, на мой взгляд, оптимальны и приемлемы для того, чтобы отменяться вопросами, прослушать какую-то информацию и так далее. Ну, еще раз благодарю Елену Крону за столь субтитры. Спасибо, Татьяне Ивановне, за организацию. Надеюсь, что отчеты будем с первого раза принимать. Всего доброго, удачной реализации. Да, я думаю, что безусловно. Да, удачной реализации. Еще раз не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если вам что-то непонятно, обращайтесь. Мы всегда на связи, мы всегда здесь и для вас. До свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok